Всем привет! Всех рады приветствовать на своем канале. С приездом нас! Мы прибыли и по горячим следам сразу же я получила заказ Avon, поэтому хочу вам показать. Сразу хочу у вас спросить, стоит ли мне снимать обзор восьмого каталога, потому что мне пришло все. Мне пришел и новый каталог. Я еще его не изучала. Какой-то он такой очень яркий. Тоже всклеечки. И так, распродажи пришли. И даже пришел, слава тебе, Господи, фокус. Так, он у меня не под рукой, но он тоже пришел, я уже даже его посмотрела. Напишите, пожалуйста, интересно вам или нет, потому что я так понимаю, что многие уже получили каталоги. И я уверена, что вы уже у многих посмотрели. Кто не смотрел, кто ждет именно от меня, я без проблем сниму, мне вообще не сложно, потому что я сама обожаю снимать каталоги. Давайте посмотрим, что заказала я и что заказали у меня девочки и мальчики в седьмом каталоге. Можно было что-то выбрать, было что-то интересное. Во-первых, вот у меня заказали гели, это 250 мл, они шли по хорошей цене, по 89. У меня заказали взрыв прохлады, очень хороший гель. Дальше, вишневый коктейль, спелая вишня, гель для душа. Так, вот этот шел, по-моему, подороже. Если я не ошибаюсь. Да, нет, тоже по 89, кстати, он шел, знаете. Это вот новенький. Давайте понюхаем. А, он уже был, ой. Прямо такой, прямо такой он коньячный вишней пахнет. Вот тоже новые гели. У меня заказала их подружка в прошлый раз. Мы заказали вместе с ней, мне он очень понравился. В этот раз у меня заказали еще два. Очень приятный аромат, прямо классный аромат. Сейчас я его тоже хочу. О, очень классный, супер. Вот этот мне прям нравится. Релакс терапия. В прошлый раз он как-то у меня пробился странно. В этот раз, слава богу, все нормально пробилось. Гелем, мне кажется, все знают, что у Ивана очень хорошие гели, которые не сушат кожу, которые приятно пахнут, которые очень экономичные и используешь их до последней капельки. Также у меня заказали вот такой большой гель на души 700 мл. Киррояль с витаминным комплексом, с ароматом малины и черной смородины. Он уже не новый, очень классный тоже. 209 рублей он стоил, с хорошей помпой. Сейчас понюхаем. Ну, очень приятный аромат, он мне нравится. Этот аромат, он такой универсальный, можно пользоваться и мужчине, и женщине. И его можно использовать как гель для душа, и как жидкое мыло вообще. Просто супер. И, кстати, цена была хорошая. О, они все такого красивого цвета. Дальше была очень хорошая цена на маски для лица. Они были по 109 рублей. У меня заказали их 3 штучки. Минералы мертвого моря по 75 мл с маслом оливы. Эти маски у меня заказывают не первый раз никак. То есть, систематически у меня клиентка пользуется только этими масками. И вот такое глубокое очищение. Маска-пленка. Вот эту у меня заказала на первый раз. Говорит, хочу попробовать. И здесь уже 50 мл. Цена абсолютно одинаковая. Я сама эти маски очень люблю. И, если честно, то за 109 рублей ты покупаешь маску, которой ты будешь пользоваться ни один, ни два. И я, если говорить о себе, то даже не три раза, а больше. Это получается очень выгодно. Если, например, сравнивать с масками тканевыми, которые стоят дорого и только на один раз. Поэтому в плане экономии такие маски, это прямо очень-очень удобно. Слушайте, что-то как-то у меня отсвечивает. Я снимаю в обед, и у меня что-то как-то не нравится мне, как свет падает. Дальше. Так, что дальше? Вот такой крем восстановления для рук. Клиентка очень просила гипоаллергенный, чтобы у нее, в общем, проблемная кожа. Он не содержит одушек. Я слышала очень хорошие отзывы на эту серию у них. Она у них есть. Здесь зимняя, тоже есть без одушек. Я надеюсь, что ей подойдет. Вот это именно то, что она хотела. Также первый раз... А, крем знаете, сколько стоил? Сейчас скажу. 69 рублей. И еще она взяла вот такую миниатюру. Энью. Ночной восстанавливающий крем для лица протянул. Стоил он 129 рублей. Кстати, цена вообще классная. Хочу посмотреть. Ой, это супер. Это не пластик. Это стеклянная хорошая баночка. Пластиковая только крышечка. Очень классно. 21 год, между прочим, производство. Второй месяц свеженький. Я хочу открыть. Мне интересно, он зафольгированный или нет. Что-то он очень тяжело. Опа. Все нормально. Мне кажется, нет. Не зафольгированный. Это, конечно, печально. Ой, пахнет прекрасно. Надеюсь, что он ей понравится. Она его купила для того, чтобы понять, подойдет ли ей полноразмерная версия. Это идеальный вариант, кстати, чтобы не тратить большую сумму на полноразмерку, купить миниатюру и понять, то или не то. Дальше. Из распродажи, если я не ошибаюсь. Один точно из распродажи. Два спрейчика. Сокровища зимы и сладкие сны. Значит, сладкие сны 119. Сокровища зимы 89. Этот был на первой странице распродажи. Этот на третьей, по-моему. Хорошие цены на те же самые спреи, которые продаются в каталоге. Эти спреи очень популярны у меня. И я уже несколько раз говорила, что кто для чего использует. Кто как туалетную воду. Кто как поднятие настроения. Кто для белья. Кто для того, чтобы набрызгать на ноги после бритья. Потому что здесь содержание спирта есть. Ну, в общем, кто для того, чтобы просто побрызгать в комнате и был приятный аромат. Поэтому они у меня есть во всех заказах. Эти спрейчики. Дальше. Для ног. 99 рублей. Универсальный крем для стоп. Между прочим, это с пемзой и ароматом мята. Этот крем можно использовать как скраб. И вообще, вот сейчас лето. И для меня средство от Avon для ног. Это лучшее, что может быть для моих ног. Обожаю, люблю. И закупаюсь ими очень хорошие. 99 рублей. Правда, я не сказала бы, что это очень выгодная цена. Но. Дальше. Мицеллярный скраб для лица смягчающий. По второму кругу покупает его девушка. Видимо, понравился он ей. Хорошая была цена. 189 рублей. Это с учетом того, что у нее проблемная кожа. Склонная к жирности. Он ей очень подходит. Не содержит спирта. С цинтеллой азиатской. Кстати, тоже вот он зафольгирован. Нет, не зафольгирован. Пахнет приятно. Так, как их вся серия. Вот это пахнет. И спойлер небольшой. В фокусе представлена новая серия Нотра Эффект. Очень красивая. Мне понравилась она. Сережку, числяйте, пожалуйста. Дальше. Дальше самое интересное. У меня заказали карандашик. Мистери Муви. Хороший карандаш. Он у меня есть. Он мне очень нравится. Вот так получше будет. Я не буду его открывать, потому что это как бы... Ну, я вам показать его покажу. Вот так. Выдвижной. Хороший. Очень подходит под многие помады мои. И он мягкий, и его очень надолго хватает. Так. Ну и дальше самое интересное. В этом каталоге была классная акция. Были представлены новые помады. Если ты покупаешь больше двух помад, то на них распространяется скидка 45%. Естественно, я не могла прийти мимо такой акции. У меня клиентка заказала помаду Crave. Янь 3,6 грамма. Это легенда матовая. Я не буду ее вскрывать, потому что... Ну как, не мое. К сожалению, хотя мне очень интересно. А вот остальные две помадки. Одна моя, а вторая моя лучшая подружка. Перед тем, как снять видео, я ее спросила. Она сказала, конечно же, показывай. Первую, которую я покажу вам помаду, это будет моя. Это помада Суперстойкость. Пауэрстей. И у нее называется оттенок вот так. Он энд, он мелом. И мы сейчас с вами сравним ее. Потому что мне всегда интересно. Так, вот они эти помадочки. Легенда. Вот она заказала... Сейчас вам покажу. Она заказала винный поцелуй. Очень красиво она заказала. Интересно, интересно. Я потом у нее спрошу. А я заказала вот эту. Дыня и бархат. Вам должно быть очень хорошо видно. И давайте ее потестируем. У меня есть одна помада из этой серии. Она мне очень нравится по нанесению, по стойкости, по цвету. Она просто идеальная. Выглядит вот так. Футлярчик. Очень такой компактный. Ох. Ну, это вот прям мой цвет. Сейчас на загоревшей коже будет красиво, я думаю, очень. Вообще, она очень такая маслянистая. Очень нежная. И с небольшим сатиновым, но таким без блесток. Супер просто. И она очень приятно пахнет. Супер. Я довольна. Ну, я считаю, что... Я считаю, что попадание по цвету. Единственное, что мне кажется, немножко больше в розовый. А здесь прямо красивый такой он темнее немножко. Но это еще, знаете, от кожи зависит. Сейчас у меня очень свежий загар. Так. И подружка заказала тоже матовую легенду. Уже оттенок, который называется феерий. Я сейчас его вам тоже покажу, чтобы мы с вами тут... Феерий. Она в прошлый раз заказывала у меня деловую кокетку. Очень красиво. Я его видела у нее. Она говорит, для коллекции хочу еще пылки фламенко. Она должна быть тоже очень красивая. Так, давайте открывать. Фламенки. Так. Ой, вот и она заказала карандаш к этой помаде. Как раз будет то, что нужно. Ну, вот под мою кожу как раз ее оттенок лучше подходит. Вообще идеально. Очень красивый. И матовая легенда это просто для меня сейчас бестселлер у них в помадах. Шикарные помады, большая громовка, очень плотное нанесение. Чтобы ее закончить, я не знаю, как ей нужно пользоваться. Она очень экономичная. Купили и забыли. И очень универсальные оттенки носибельные. Просто супер. Так что вот такие дела. Был вот такой заказ у меня. На мой взгляд, очень красивый заказ. Очень интересный. Я ждала эти помадки. Я хочу их открыть. Показать вам. Еще раз хочу сказать, что я согласовала открытие помады. Это не то, что я тут сама, знаете. Нет, нет. Я спросила ее. Она мне разрешила. И они вообще всегда ругаются. Они же смотрят мои заказы. Говорят, почему ты не открываешь? Ну, неужели мы тебе что-то скажем? А все равно как-то неудобно. Спасибо всем большое за просмотр. Жду вас в комментариях. Обязательно все обсудим. Всем всего доброго и до скорых встреч.